ЗАБУГОРЬЕ СССА Это опять-таки поделки из камня, черепки и все это прочее, опять-таки здесь вообще ребят не ожидал Смотрите, какой прикольный кораблик, люблю кораблик, ребята Название И вот такой вот модельчик корабля Прикольно Опять-таки кораблики, люблю эти все модельки вот этих кораблей Также здесь присутствуют всякие интересности Ребята А это вот есть череп Черепки-то Здорово Здесь такой стенд есть Нинтаке Трайверок То есть на Нинтакте еще присутствовала и железная дорога по поездам Желтого отражения Вот Так вот Обязательно лифт Качпи-то Пройдемте дальше, наверное, как-то И лодочка Вот тут тоже присутствует Обойна Здесь вот на мониторе показывают фильм, посвященный вот как раз музею и вообще ремесло всему этому Вот это надо пойти Это нижняя челюсть, видимо. Размер зубов, конечно, поражает. И сейчас мы проходим... Это значит... Hello, how are you? Это, как известно, из китов добывали масло. Которые использовали как топливо для ламп и для свежей почвы. Ну, как горючий материал. Это есть фабрика по изготовлению масла. Так вот она выглядит. Ну, естественно, это все современное добавление. Стена оригинальная, то есть из тех еще времен древних. Вот опять-таки корабли, лебедки, балки. Вообще супер. Вообще супер. Вот бочки, которые заполняли. Видимо, сюда клали кита. Соответственно, пробивали и собирали уже масло. И вот таким лебедкам доставляли тушку, наверное, и уже дербанили. Или это разгрузка масла. Вот. Потому что, ну, я не думаю, что китов доставляли сюда и тут дербанили. И дербанили, скорее всего, в открытом море. И уже это, наверное, лебедка для разгрузки масла. Ну, здесь вот тоже такие вещи от Нинтакта с символикой и со всем прочим. Вот здесь уже свечи, то есть продукция, где использовалось масло. То есть в таких вот масляных свечах, в лампах. И делали, видимо, свечки из них. Вот из этого жира. Это форма для заливки свечей. Вот так вот они выглядят. Это само масло. То есть на цвет оно как обычное подсолнечное масло. Да. Давайте поднимемся, наверное, на второй этаж. Пройдемся там. Вот. А это гифт-шоп. И здесь можно приобрести всякие там финтифлюшки, всякие маечки, трусики. Ну, все это хреномантия. Вот. Сейчас мы поднимемся на второй этаж. Посмотрим, что интересненького ждет нас здесь. Опять-таки, уже показывал, да, корабли. Очень много кораблей. Очень интересно здесь. Вот. Что есть это такое? А это набор. Да, это китайский пошивочный набор. Все вещи выполнены тоже из китового уса. Вот. Вот так вот он выглядит. Китайская ваза. Китайский хар-хор. Вот. Вот такая табличечка. Здесь присутствует. И резная вот такая лодочка. Очень интересно, очень красиво. В таком, знаете, ирландском стиле все вот эти узоры выполнены. Ну, здесь музыка играет. Такая, знаете, морская ирландская музыка. Вот. На заднем фоне, если вы слышите, может быть слышно, не слышно. Это вот тоже здесь, значит, много-много кораблей наверху моделей. Вот и в той стороне тоже. И наборы ВАЗ. Да. Это питчеры, так называемые кувшины из Ливерпуля. Английская продукция. Вот. Семьи капитанов. Капитаны здесь присутствуют на портретах. Вот таким вот образом здесь все это. Интересность. Ну, также здесь есть стенд Pacific Ocean, то есть Тихий океан. Тихоокеанская тематика тоже здесь присутствует. Танцевальная маска. Ритуальная, видимо. Да. Новая Ирландия. Выполненная из дерева. И материалов, то есть файбер. Давайте поднимемся сюда. Посмотрим, что здесь интересного. Присутствует старая роба моряка. Это китель капитана. Сейчас попробую я как-то попробую снять. Темно-темно из-за этих вот вывесок. Здесь, наверное, не сильно будет видно. Так что извиняйте, ребята. Вот опять-таки здесь вся атрибутика того времени. То есть рабочие кирзовые сапоги. Присутствует. Мешок. Да. С вещами. Даффлбэк, так называемые. И гарпуны. Гарпуны, выполненные на вид из стали. Обычная сталь. Ну, не сталь, наверное. Железо каленое. В то время стали не было. Ну, опять-таки стенды с картинками, стенды с моряками, со всем прочим. Он здесь присутствует. Вот такая обстановочка. В этой комнатке камин. Но камин не настоящий. Пожар, безопасность прежде всего. Естественно. Сейчас мы пройдемся на второй этаж. Здесь на балкончик. Ну, опять-таки. Модель единственная. И все. Больше здесь ничего нет. Это корабль Конституцион. Модель корабля Конституцион, который стоит в Бостоне. Он функционирует вообще. Вот. А это механизм часов. Механизм часов городских. Они, как видите, работают в маях. Мотается. Вот он. Противорес. Все отлично. Ну, наверное, давайте я сразу поднимусь туда. Поню, что памяти не хватит. Тоже такой, знаете, косяк. Вот. Далее мне при входе вот такую наклеечку. Музей работает до пяти. Если я вдруг хочу выйти, зайти, то с этой наклеечкой я могу вообще ходить туда-обратно. Компас. Компас. И подзорная труба. Тоже антик. Тоже все древнее. Вот. А это, наверное, смотровая площадка. Сейчас пойдем на смотровую площадку. С вами выйдем. Посмотрим. Прикольно. Вот здесь столики. Кафешечка. Можно тоже покушать. Звезда ветров. Ну, вообще супер. Интересно. Классно. И все это удовольствие мне стоило 20 долларов. Вид на главную улицу. Тоже здесь есть такое дело, да. Ну, ладно. Пошел я дальше. Внутрь быстренько еще пробегусь, потому что так чует мое сердце памяти недостаточно на телефоне. Вот. А вот часы. Вот так же здесь присутствуют всякие развлекалки. Типа пройтись... Во, вот эта вот штука. Это та, что под киль ставят. Hello. Hello. А я. О, еще какой такой прикольчик. Опять-таки, поделки интересные. Из зубов. Это зубы кита. Да. То есть, понимаете, да. Ну, вот моя рука и вот зуб. Ни хрена себе зубки. Ну, вот. Опять-таки, не так сказать, тематика. С китами и название. Так же, вот вырезаны названия таблички. Либо зданий, либо... Либо зданий, либо... Вот. Вот опять стиль. Да. Вот такой вот стиль. Вывески выполнены. В стиле в таком. Вот это очень красивая резьба по дереву. Ну, опять-таки, антикуряд и все это прочее. Ну, здорово. Что я могу сказать? Желею ли я, что я сюда попал? Нет. Вот. Трости. Также резные. Из китовых... Из китовых костей. Да. Ну, то есть, тросточки такие интересные здесь довольно-таки. В общем, это все здесь продукция. Вот из костей, дерева с элементами. Это закладки для книжек. Вот такие вот закладочки. А это... Ребята. А это я хрен не знаю, что такое. Джагенвилл. Что такое Джагенвилл, я вообще не знаю. Ну, вот они здесь есть. Так что, если у кого-то есть какие-то идеи, что это такое, пишите, оставляйте комментарии. Вот. Переводится как Джагенвиллс. Вот и очередная экспозиция. Ага. Давайте пройдемся и посмотрим. Огромнейший телескоп. Здесь присутствуют... Также здесь присутствуют книжки. Тоже антиквариат. Тоже старая вот Библия. Вот эта Библия лежит. Томик с поэзией. Вот и какой-то рассказ. Вот так вот. Так же обдиралка эта. Шкуродерка. Этот станок я вообще не знаю зачем. Какая-то инквизиция полнейшая. Ни хрена себе жбан для плова. Ну как же без них-то без корабликов. Вот еще один кораблик. Лебедки. Здесь присутствуют эти кронштейны. Или как они называются. Забыл как он называется. Сектант. Секстант. По-моему называется. Вот такая тоже здесь присутствует. Древнятинка. Капитанская книга. Настоящая капитанская книга. Записывается. Ну как он ежедневник. То есть что произошло. И т.д. и т.т. Вон такие колотушки. Побалдушки. Побалде треснуть. И вот такой гарпун. Вот. Это гарпун сам настоящий. Все как положено. Надпись на плаву. Лучшая китобойная лодка. Экстрим ли. Очень. Короче. Клевая штука. Ну так можно перевести это дело. Вот. Она здесь в разрезе показана. Как. Что еще состоит. Костюмы. Обязательно. Присутствуют здесь костюмы того времени. Китобойщиков. И моряков. Большой брат смотрит за тобой. Ну. Такие вот. Ну. Такой вот. Музей в общем. Ну. Конечно интересно было прогуляться с группой. Чтобы все объяснили. Все рассказали. Я просто. В поисках черного бороды. Пистоль. Какие прикольные пистолицы. Ребята. Ну. Так вот. Прикольный пистолетик. И. Холодное оружие. Также. Здесь. Присутствие. Есть. Такой ножичек. Для детей. Если им вдруг скучно. А родителям все равно хочется пошляться. То здесь есть вот так вот. Прикольное помещение. Где можно ребенка переодеть. Поиграть в игрушки. Порисовать картинки. Ну. Сейчас. В данный момент. Ребята. Водители читают книжки. Малышки. То есть. Ну. Как вот все это выглядит. Изнутри. В общем. Я посетил музей. Надеюсь вам понравилось. Пройти со мной. По музею. Посмотреть что интересненького. Жалко конечно. Что птичка обламинго. Клюнула меня в макушку. Складом черной бороды. Но. Что же делать. Что же делать. Видимо не был не в правильном месте. Не в то время. Буду исследовать дальше. Наклеечку я сейчас оторву. Ишпандорию. На. Панель. Вот. Ну. Все. Ребят. Буду с вами прощаться. Оставайтесь на моем канале. Ставьте пальцы вверх. Делитесь видосами. Если какие вам понравились. Буду рад всем своим новым подписчикам. Очень благодарен своим старым подписчикам. Всем ребяточки мои дорогие. Пока.